Ну, давайте попросим его нам его сделать. Пожалуйста, Виктор Федорович, вашей презентации пока не видно, так что я думаю, самое время ее запустить. Или вы как-то по-другому хотите? Видно? Видно. Только хорошо бы на полный экран ее. Во, отлично. Ну что ж, очень спасибо за то, что собираетесь меня выслушать. Я бы хотел рассказать о интегрировании двумерных полиномиальных систем. Ну, напомню определение интегрируемости. Для некоторой автономной системы обыкновенных дифференциальных уравнений могут существовать, вообще говоря, K-функции, которые называются первыми интегралами. Их свойство состоит в том, определяющее, что полное производное от этих функций на уравнениях системы, то есть на дифференциальном поле, здесь кто-то ожидает в зале ожидания, равна нулю. Михаил Дмитриевич, подключите ожидающих, пожалуйста. Уже. Отлично. Спасибо. Итак, система может иметь M первых интегралов. Для интегрируемости автономной двумерной системы достаточно иметь один единственный интеграл. Напомню на всякий случай, на простом примере, что это такое. Хорошо известный гармонический осциллятор. Его можно переписать как систему уравнения первого порядка. Первым интегралом для гармонического осциллятора будет вот такая функция x квадрат плюс y квадрат, деленная на омега-ноль в квадрате. Несложно видеть, что полное производное такого интеграла это 2x на x с точкой плюс 2y на y с точкой делить на омега-ноль в квадрате. Если подставить значение производных сюда, то с очевидностью получается ноль. Если вам известен интеграл первый, ну, допустим, пусть и равняется константе c1. Отсюда можно выразить y как функция от x. Подставляя ее во второе уравнение, мы получим вот такое выражение, откуда следует, что омега-ноль на t после интегрирования вот этого выражения, которое получено ввиду инвариантности формы первого дифференциала, мы получим, что арксинус равен тому-то. Или отсюда можно получить решение x от t равняется c1 на синус омега-ноль t плюс c2. Константа интегрирования c2 возникла при взятии вот такого интеграла. И она возникает для всех, в любом случае именно в таком виде, для всех автономных систем ввиду трансляционной инвариантности по времени. Нет выделенного момента времени, поэтому время можно сдвигать. В сущности, нужно две константы, чтобы проинтегрировать уравнение второго порядка. Вот вторая всегда входит вот таким образом для автономных систем. По-настоящему они и не говорят, и говорят, что нам нужен один первый интеграл. Напомню. Так вот, интегрируемость очень важное свойство, потому что, как мы видим, если мы знаем интеграл, то мы можем проинтегрировать систему, получить ее решение в квадратуру. Известное знание первого интеграла очень важно для исследования фазового портрета, для создания симпликтических схем интегрирования и других причин. Но, к сожалению, интегрируемость является весьма редким свойством. Но если система зависит от параметров, есть надежда, что, может быть, при каких-то значениях параметров система интегрирует. Мы постараемся решать эту проблему, используя локальный анализ. Локальный анализ обыкновенных дифференциальных уравнений очень хорошо разработанная в течение сотни лет техника. И он опирается на изучение поведения системы в маленькой окрестности некоторой точки фазового пространства. По поводу постановки задачи существует масса книг, где собраны точно решаемые случаи обыкновенных дифференциальных уравнений. Вот, например, книжка Павлина Заяц. Вот, например, мы будем рассматривать уравнение. Как видите, вот здесь написано уравнение. Видно, что здесь вот этот параметр. Есть одна треть от произведения вот этих двух коэффициентов. То есть параметр при у квадрат. Есть просто произведение при у и здесь при первой нулевой степени, деленное на три. Вот вам, пожалуйста, некоторое соотношение на параметре, при котором система интегрируема. То есть у нее существует уровень на решение. Как видите, в общем, такие вещи выписываются. Например, книжка Камки. Хорошие примеры. Много других. Вы, безусловно, их видели. Теперь, что такое локальная интегрированность, которая возникает в локальном анализе? Мы рассматриваем ту же самую систему, но вблизи некоторой точки. Х0. Если в этой точке существует достаточное количество интегралов A, которые мы представляем миромощной функцией, то система называется локально интегрируемая в данной точке. А если не хватает интегралов, она еще называется локально неинтегрированной. Одним из центральных методов локального анализа является метод резонансной нормальной формы. Он был введен на Адрии Пуанкаре и основан на максимальном упрощении правой части системы уравнений при помощи обратимого преобразования. Метод нормальной формы был развит в работе Бергофа, Черри, Депри, Густавсона, Зигеля, Мозера, а также Александра Дмитриевича Брюнова, подходом которого мы будем пользоваться. Мы будем использовать мультииндексную нотацию. Это означает, что в векторной степени есть просто произведение компонент вектора, возведенное в соответствующую степень из вектора Ку. Введем также множество НИТ, которое состоит из всех неотрицательных элементов. Правда, один элемент, а именно КУИТА, может быть равен минус единице, а все остальные неотрицательные. Минус единица возникает за счет того, что мы в этом уравнении вытаскиваем за скобочки ХИТА. Почерпнем, что мы будем изучать уравнение в неподвижной точке. В неподвижной точке называется точка, в которой правая часть системы обращается в ноль. Ясно, что при этом все производные равны нулю, следовательно, никуда оттуда функция не денется. То есть константы есть решение в данном случае, в этой точке. Так вот, еще мы сделали предположение, что мы, ну, то, что это стационарная точка, следует из того, что здесь нет свободного члена. От него можно избавиться с двигом координат. Мы предполагаем, что это уже сделано. И начало координат сейчас является неподвижной точкой. Второе предположение. Мы предположили, что матрица линейных частей приведена к диагональному виду. Вообще говоря, преобразованием подобия любая матрица приводится к диагональному, вернее, приводится к жорданному виду. В жорданном виду возникает в случае одинаковых собственных значений, возникает как единичная наддиагональ. Мы в данном случае, нам не понадобится общий вид, хотя все формулы существуют для общего вида, но в данной работе мы будем предполагать диагональность, то, что матрицу можно на линейных членах привести к диагональному виду. Вот здесь об этом и говорит, что получить в начале координат неподвижную точку можно задвигом. А любую матрицу линейных частей можно привести к жорданной форме, но мы будем именно с целью упрощения формул говорить о линейной матрице. Так вот, нормализующим преобразованием называется квази-тождественное преобразование вот такого вида. Это какой-то тазарный коэффициент, в общем, здесь все ясно. Если квази-тождественное, потому что при малых Z у нас преобразование является тождественным. Так вот, оказывается, используя такое преобразование, мы можем перейти к новым переменам Z, которые очень похожи на исходный вид, за исключением того, что суммирование происходит не по всем членам. Преобразование бесконечное, то есть это формальный ряд степенов. Александр Дмитриевич рассказал теорему в своей докторской, что такое преобразование существует всегда, как формальный ряд. Однако, оно замечательно тем, что в правой части содержатся только так называемые остаются после преобразования резонансные члены. Это члены, для которых скалярное определение вот этого вектора степеней Q на вектор собственных значений должен равняться нулю. Вот ограничение. Ну, для простоты мы будем записывать сумму в правой части как функцию ЖИТа. Отметим, что если отношения собственных, ну, рассмотрим двухмерный случай, если отношения двух собственных значений лямбда 1 и лямбда 2 не равняются не положительному рациональному числу, вот лямбда 1 и лямбда 2 окутаются у нас цело, то вот это условие никогда не выполняется. И в таком случае у вас после нормализующего преобразования система оказывается линейной. И к этому виду можно привести любую систему. Но возникает вопрос, конечно, об эквивалентности преобразованной системы. Ну, вот лямбда 1 и лямбда 2 допустим некомпарабельно. Попробуйте подобрать два целых числа, чтобы с такими весами эта сумма равнялась 0 и не получится. Напомню, как ведет себя линейная система вблизи неподвижной точки. Возможность ситуации центра, когда у нас есть набор в зависимости от константы интегралов движения. Это интегрируемый случай, а вот здесь какие-то эллипсы. У вас есть узел, у вас есть фокус, когда устойчивый или неустойчивый. Траектория падает на центр, траектория убегает из центра. Смешанный вариант узла и фокуса так называемый, ну, чаще называют седлоузел. Ситуация устойчивая или неустойчивая. И, наконец, в нелинейном случае возможно появление, когда система не только диагональная, предельных циклов, которые имеют очень большое значение во многих отраслях, в приложениях. Коэффициенты нормальной формы G и коэффициенты преобразования можно вычислить по рекуррентной формуле. Для этого у нас есть две функции, одна на две программы, одна на лиспе написана 30 лет назад, вторая 20 лет назад. Далее можно сформулировать два условия. Одно условие на коэффициенты по считанной нормальной форме. Оно утверждает, что все функции правой части, все же ИТ, должны быть представимы как сумма двух некоторых рядов. Здесь может быть много G, а ряда здесь только два. Итак, это формальные степенные ряды. И существуют некоторые условия омега на малые длители. Скажу только, что оно выполняется почти для всех векторов R. Во всяком случае, оно выполняется, если собственное значение рациональное. Так вот, следующая теория звучит, что если вектор нам удовлетворяет условию домика, удовлетворяет и выполнено условие А, то нормализующее преобразование сходится. Более того, если собственное значение чисто мнимое, оно еще и аналитично, то есть аналитическое обратимое преобразование. Очень сильное утверждение, как у Александра Дмитриевича было написано, цирская диссертация выполняется, но крайне редко. На погоду я начал возиться, сразу вопрос, а если система зависит от параметров, нельзя ли его выполнить? Посмотрите, что оно дает. Допустим, у нас собственное число относится как NKM рационально число, NMC. Это говорит, что 0,1 равняется минус 0,2. Вот условия резонанса. В таком случае подставляем лямбда сюда и видим, что на самом деле A и B в двухмерном случае получить отсюда. То есть G1 и G2 относятся то же самое как лямбда. В результате если Z вынести и перенести в левую часть производной в систему под логарифм домножить и сложить, то мы получаем, что Z1 VN на Z2 есть константа, то есть это и есть формальный интеграл, локальный интеграл. То есть система интегрирует. А если еще выполнены условия сходимости или аналитичности, то еще эта система эквивалентна исходная. Вот таким формальным интегралом, то есть система интегрирует. Вычисления формального интеграла дают весьма хорошие результаты с точки зрения приближения, приближенного описания траектории и прочего. Я этим занимался довольно долго, я рассказывал по-моему в этих стенах, во всяком случае физически в аудитории 2.15 по-моему в 17-м году о вычислении формальных интегралов. Сейчас мы не будем говорить о вычислении формальных интегралов, нам интересует только интегрированность, сам факт, локальная интегрируемость. Итак, около неподвижной точки условия А обеспечивает сходимость, обеспечивает локальную интегрируемость, а также на самом деле выделяет все периодические семейства периодических решений, если собственно значение чисто мнение. Важно, что на самом деле вся эта техника не ограничена двумерным случаем. Я смотрел с точки зрения формальных интегралов и приближения системы Финона Хейлиса. По-моему, я это рассказывал тоже в 17-м году. А сейчас мы предложим гипотезу и посмотрим, что из нее на практике может следовать. Ситуация такая. Условие А выполняется во всех регулярных точках системы на самом деле и во всех неподвижных точках, за исключением тех случаев, имеет место резонанс. Давайте потребуем выполнение локальной интегрируемости в окрестности каждой точке некоторого диапазона в фазовом пространстве и скажем, что это необходимое условие существования первого интеграла в этой области. это гипотеза. теперь проверять ее на практике. Итак, что-то является необходимым условием. Условие А есть бесконечная система алгебраических равенств. Если система зависит от параметров, то это будут алгебраические уравнения бесконечной системы. Если это так, то ее любая подсистема будет необходимым условием локальной интегрируемости, такую систему мы можем вычетить, посчитать и построить при помощи программы компьютерной алгебрии. То есть мы можем выписать условия локальной интегрируемости в виде системы алгебраических уравнений. подчеркнули, что в силу гипотеза мы как раз говорим, мы проверяем, что выполнение во всех точках, то есть в точках с резонансом неподвижных, если выполняется, значит это необходимые условия для существования интеграла движения. Возникает следующая схема. Мы выбираем некоторую неподвижную точку в системе. Затем мы смотрим, является ли она резонансной. Если она резонансной не является, подбираем параметры так, чтобы она стала резонансной. Если такой точки нет, то мы в системе не можем ничего сказать. В резонансной точке посчитаем нормальную форму и построим систему под систему условия А. Если точек несколько, мы получим объединение нескольких систем. Как вариант, можно посчитать в одной системе решения, а потом посмотреть, выполняются ли они в других точках. Иногда удобнее делать так, а иногда по-другому. А когда мы найдем параметры, мы попробуем посчитать для них настоящий глобальный первый интеграм. вот для начала, точнее для конца, это была третья система, которую смотрел этой весной. У нас есть пример в Киеве-Сибирске. Вот такая простенькая система. Она замечательна с тем, что она интегрируема, но только в полуплоскости. Х больше одной второй. Первый интеграл вот такой у нее получается. точка Х равняется минус одной второй, является на самом деле линия. Это сепаратриса системы. Ее фазовый портрет выглядит вот таким образом. В правой полуплоскости мы имеем центр в начале координат, а в левой полуплоскости мы имеем фокус в неинтегрированный случай. Меня интересовала ситуация, во-первых, это почти гармонический осциллятор с довеской. Меня интересовало случай одной неподвижной точки. Вот такая ситуация. Запишем обобщение этой системы вот в таком виде. Это гармонический осциллятор плюс симметричный вот такой довесок. Если посчитать систему, это резонанс один к одному, собственно, значение равное плюс-минус и, система будет выглядеть вот первые два уравнения вот такие, остальные я, конечно, могу показать на экране, но это экраном 10, я думаю, что это непродуктивно. Если будут вопросы, конечно, покажут. Так вот, такие системы, как показала практика, полностью схода математика не всегда решают, но удобнее все взять первое уравнение на короткое, получить его все решения, вот что дает математика для него, а затем подставлять их в оставшуюся систему, уже уточнять остальные параметры. Вот для первого решения мы получаем раз, два, три, четыре случая. Ну и так же с остальными. Правда, здесь возникают также и алгебраические решения. На самом деле, как считать, нужно возвести все в квадраты и никаких радикалов у вас не будет, но что делать с квадратичной заменой не совсем понятно. На самом деле, отбрасывать, как я покажу, ее нельзя. У нас получается многомерное решение, то есть несколько параметров. Многопараметрический. Вот, например, первое решение, вот это, ему соответствуют вот такие значения параметров. Или вот такая система. Она интегрируем вот таким интеграммом. но на самом деле вот такие решения типа вот этого и вот этого отбрасывать нельзя, потому что на самом деле существует вот здесь вы видите три свободных параметра, да? А вот если вы посмотрите, получится все параметры равными между собой, то вот этот условий тоже будет выполнен. То есть на самом деле как записывать условия на параметры не всем понятно. Возможно лучше и проще давать пользователю уравнения, и он уже проверит индультарет параметры или нет. Потому что вот если положить все параметры равные единице, то мы получим центр. Это интегрируемый случай. Что будет означать неинтегрируемость? Если мы изменим параметр b3 на двоечку, вместо центра вы получите явление под названием слабый фокус. Вот неинтегрируемый случай. Вот как почувствовать, где есть интегралы, где нет. Фактически для этого уравнения это условие это задача центр фокуса. Ну как я считал интегралы? Ну вначале самый простой способ воспользоваться той же самой инвариантностью формы первого дифференциала и перейти от автономной системы двух уравнений к неавтономному уравнению первого порядка такому или такому. Вот и затем при помощи математики найти его решение отсюда вытащить константу и она и будет интеграл. Но позже я перешел к методу дорбу. Он оказался очень эффективным в таких случаях. и вот все условия за исключением с радикалами все для этой системы существует семь случаев и вот соответственно выписаны интегралы. Последний интеграл правда сам не справился. Благодарим спасибо Марии Владимировне Дюмина я воззвал к ней о помощи она помогла она указала интегрирующий множитель для этой системы. Она умеет считать к-факторы. Причем она говорит что могу считать вот именно сразу к-фактору. Действительно в этом случае к-фактор на самом деле строится из решения к некоторого кубического уравнения. Как она делает надо будет разобраться. Очень интересно. Ну вот перед этим примером я посмотрел вот такое уравнение это уравнение Льены. очень известное уравнение Льенером была сформулирована теорема которая говорит когда в таком уравнении существует устойчивый предельный цикл. и обычно предполагают что f от x четная функция а g от x нечетная функция ну там еще до предельного цикла нужны еще некоторые условия но мы будем считать что у нас f и g полиномия всякой определенной четности поэтому мы говорим о подобном Льенеру уравнении частными случаями является уравнение Дюффинга которое получается разложением синуса уравнением математического маятника и уравнением Вандерполя широко известно эпсинум параметр при изменении знака которого возникает в бифуркация хоффа рождения предельного цикла вот студенческий пример мы исходим из какой-то точки и через некоторое время выходим на замкнутую кривую с внешней точке мы попадаем на ту же кривую но наконец если поменяется знак то мы через некоторое время приходим движение с нулевой скоростью затухает мы его парадмитризуем систему вот в таком виде поменя мы ввели новую перемену и вместо уровня второго порядка получили два уравнения первого собственно матрица собственных значений линейной части будет у нас вот такая матрица она имеет собственными значениями два таких выражения видно что резонанс один к одному может быть только если а0 равно нулю тогда здесь получается плюс минус корень из двух b1 а вот если резонанс не один к одному то работает вот такая формула если мы наложим на b1 вот такое ограничение мы получим резонанс 1 к м но можно рассматривать n к м для простоты мы рассмотрим вот такую вещь тогда прием равном нулю должны вот такое уравнение изучать а прием неравном нулю вот такой ой единица прошу вот прям равном единица первые три уравнения весьма маленькие оказывается компактным особенно первое и из него мы получаем что вся система имеет только два решения либо один и b2 сразу со со множеством везде есть то есть либо один либо 2 если 1 равно 0 мы получаем вот такое уравнение я вернулся к исходной записи просто короче либо вот такое уравнение интеграл существует посчитано и потом они находятся в приложении до резонанса 1 к 2 система выглядит несколько посложнее ну и у нее уже значительно больше у нее уже 6 решений при этом мы должны на самом деле проверить а при этих значениях ведь уравнение имеет три неподвижных точки кубическое уравнение в правой части ну так вот должен сказать что я сначала посчитал а потом выяснил что все точки за исключением случая d не резонансные а в случае d две другие точки имеют чисто мнимое собственное значение там имеется резонанс и на условие а выполнено до 21 порядка нормальной формы то есть выполнены условия гипотезы а вот соответствующие уравнения все они интегрируемы интегралы приведены в приложении я их покажу наконец случай 1 к 3 число уравнений обратите внимание решений возрастает действительно степень уравнений нарастает с ростом порядка резонанса соответственно увеличивается число решений все решения интегрируемы интегралы получат любопытно отметить что вопрос о резонансных членах видите вот есть условия d в случае d он на самом деле за исключением вот этого резонансного коэффициента b1 который мы руками ввели остальные коэффициенты те же самые такие же они остаются в резонансе 1 в 4 который я не стал выписывать но сразу возникает идея что на самом деле может быть от вот этого коэффициента ничего и не зависит что есть некоторая автомодельность то же самое можно исследовать в других случаях да оказывается здесь просто b1 оставить рано система оказывается интегрирована вот интеграл также ранее где-то окончательно результат в девятнадцатом году получим было было найдено 7 решений всем интегралов для системы вот такой вырожденной системы и во то есть во всех случаях которые были получены а это все случаи которые удовлетворяют были найдены первые интегралы они в статье в соответствующей выписке таким образом можно заключить что из гипотезы о том что локальная интегрируемость необходима каждой точке фазового пространства некоторой области необходимость для существования первого интеграла в этой области она во всяком случае на практике опрятывается также эта гипотеза предлагают не получают предложить алгоритмическую схему для поиска интегрируемых случаев интересно что эта схема не ограничена двумя двумерным случаем а вот для двумерных случаев для двумерного случая получен набор несколько наборов параметров при которых имеет место первые интегралы то есть система разрешения я благодарен профессору за важные дискуссии и обсуждения интересные комментарии привел библиография затем аппендикс который обещал указать статья это посвящено уравнив леонар леонар вот альфа и бета в случае вот в случае до резонанса один к двуму интегралы поскольку возникает интегрирующий фактор и интегралы выписываются как интегралы именно интеграл некоторые интегралы в большинстве случаев берутся но в результате возникает в интегралах и гипергеометрия и функции бестеля в общем результат может быть довольно слой и вот соответственно я бы хотел вот интегралы я бы хотел отметить следующую вещь чтобы на мой взгляд интересно во первых попробовать доказать понимаете в чем дело когда я начинал всю эту деятельность я думал что да иногда в некоторых случаях мы получим интегралы можно получить интегрирующий а в остальных скажем да здесь вот только локальный интеграл существует так вот оказалось что во всех найденных случаях удалось найти первый интеграл поэтому в общем-то возможно у меня есть соображение как доказать достаточность затем с практической точкой зрения можно строить атласы интегрированных случаев в различных систем второго порядка тем более что видите книжки существуют но здесь в настоящей статье получены вещи которых в книжках я не ношу может иметь смысл публиковать атласы интегрированных случаев очень интересно посмотреть многомерные случаи например трехмерные случаи это накрывает уравнение химической кинетики очень интересно посмотреть вынуждающую силу периодическую потому что на самом деле автономная система просто синус и косинус вы можете получить как пару дополнительных уравнений размерность 4 вы получите уравнение на самом деле с вынуждающей силой ну назрел необходимо написать новую программу для нормализации в общем я уже давно не занимался но имеет смысл это наверное сделать это уже большая техническая работа на самом деле сейчас настоящий момент уже есть все элементы для создания программы автоматического поиска интегрированных случаев фактически она есть ну и Александр Дмитриевич обратил внимание на очень важный аспект на самом деле бесконечно удаленная точка тоже может быть точкой с резонансом и существенно важно посмотреть резонанс бесконечно удаленной точки это существенно увеличит число ну случаев которые можно рассматривать таким образом большое спасибо я закончил спасибо коллеги пожалуйста у кого будут какие вопросы давайте начнем именно с вопросов пожалуйста можно просто включить микрофон и задать вопрос без всяких формальностей хорошо пока коллеги думают я позволю себе задать свой вопрос Виктор Федорович Виктор Федорович а можно я задам такой вопрос он дилетантский но тем не менее я присутствовал на многих но во всяком случае несколько очень внимательно смотрел докладов в этом докладе есть что-то очень существенно новое это я почувствовал но не разглядел не подскажешь ли мне человеку который не очень глубоко разбирается в детали новизна существенная новизна в том что полученные уравнения прямо на параметры системы в случае ну которые дают мне ограничения на параметры но решениями я не знаю как называть это просто связывает допустим параметр авт должен быть равен произведению двух других двух других из которого вообще получается что если такое соотношение выполнялся можно получить интеграл движения первый более детально для меня это прорыв или еще одно подтверждение той гипотезы которую ты где-то лет 10 назад высказывал о том что из локальности следует глобальность это я высказал в мае месяц нигде такой гипотезы я до сих пор не слышу Александр Дмитриевич тоже такого подхода тоже я нигде не встречал есть подходы типа о некоторых классах интегрируемости уравнения допустим Лиена вот такую работу я видел 22 года но в данном случае это не класс я не знаю как это назвать но я это понимать чем дело алгебраический метод вообще это алгебраический подход к анализу деференциального уровня да если доказать естественность доказать достаточность я могу сказать как это можно сделать ну это красиво да спасибо спасибо коллеги я вижу вопрос у Ксаверия Юрьевича Малышева пожалуйста да у меня есть так вопрос вот у вас там когда вы показываете результаты у вас очень много красивых формул чрезвычайно сложных символных выражений я хотел восхититься этими формулами но вопрос у меня вот какой я пришлю работу с вашим позволить когда пишутся такие формулы вот представляет интерес для меня лично такой вопрос а если нарисовать соответствующие графики возникнут ли какие-то существенные отличия между случаями качественными на которые можно было бы так же полюбоваться еще у меня такой вопрос можно на свечу на первую половину по поводу здесь на самом деле покуда это все методоргом по большому счету возникает два случая когда у вас возникает интеграл типа доргу это на самом деле произведение полинома в каких-то степенях может правда имени цель либо имеется интегрирующий множитель который позволяет записать интеграл в виде интеграла от ну от одной из уравнений вместе с интегрирующим множителем вот тогда у вас возникает гипергеометрия может возникать и бог знает что то есть на самом деле случая два либо произведение полинома в каких-то степенях либо действительно гипергеометрия и прочее значительно более сложные например как здесь то есть случая на самом деле по большому а вот это явно интеграл дорогу рациональная функция ясно это первая половина вопроса прошу прощения что перебил да спасибо я ответ получил мне нужно его тоже будет обдумать второй вопрос вот тут у вас такой случай с штрих где у вас сверху без силевой функции и снизу без силевой функции от некоего параметра а вот михаил дмитриевич сделал несколько работ про которые прицеплены к уравнению рекати и со специфическими разностными схемами вот всем таким нет ли здесь чего-то такого что есть там где решение уравнение рекати выражено как частные двухстепенных рядов при этом не привязывается ли этот случай к тому циклу работ просто интересно верно это вопрос больше михаил дни чем вот для того чтобы на него ответить можно подробно ссылкать давайте статью сделаем дайте уравнение я посчитаю для него вот те самая алгебраическая система решаем посмотрим я просто не смотрел рекати я смотрел приближенная вещь когда мы действительно получаем ряды отрезки рядов считаем раньше но вот здесь подход похуже дают другие вещи ясно ясно очень много примеров штрих это просто это в случае один к трем резонанс а без штриха один к двум один к четыре я тоже но правда там я не считал интеграл но уравнения решаются условия на параметры получаются интересно также избавиться от вот этого резонансного условия то есть продолжить каким-то образом по параметрам на нерезонансный случай но кстати нерезонансный случай очень важное замечание александр дмитриевич бесконечно удаленные точки оттуда должно много чего получаться да вот здесь кстати b2 конечно и b3 еще мне отпечатка большое спасибо за интересное выступление мне нужно будет еще вопрос вообще сотрудничество по-моему здесь много чего можно сделать коллеги если позволите я тоже задам несколько вопросов меня очень смутила фраза про интегрируемость в полу плоскости по моим представлениям интеграл тем более элементарный там был написан это первый пример который у вас был первым но на самом деле третий как вы его представили там интеграл написан в элементарных функциях он естественно продолжается и на вторую полу плоскость вопрос потому что это аналитическая функция как бы не могли бы объяснить немножечко что же такое интегрируемость в одной полу плоскости и не интегрируемость в другой вы правы я просто извините взял фразу из статьи классиков об интегрируемости в правой полу плоскости имеется ввиду центр фокус по видим то есть правый случай мы имеем центр интегрированный в случае фокус с по некоторым из некоторых соображений считается неинтегрируемым просто потому что фазовые потоки сохраняются в случае центра а в случае фокуса нет дело в том что определение интегрируемости на самом деле оно очень многообразное у Марии Владимировны Демина есть обзор в зрели под названием интегрируемость ну в общем короче говоря существует довольно много определений глобальной интегрируемости если с локальной все понятно то что такое глобальная интегрируемость полиувилю или существование интеграла как аналитической функции как у Зиглина допустим это рассматривается или действительно речь идет о каких-то свойствах сохранения вдоль потока вдоль какой-то кривой постоянного интеграла в общем я на самом деле лично для меня ясности с терминологией здесь нет никакой существует много определений а некоторые говорят нет интеграл должен быть аналитической функцией давайте говорить о классах на которых вы хотите работать исходят из класса на каких у меня сложилось впечатление что вот то что здесь делается здесь требуется интеграл который однозначен в заданной области то есть он может иметь точки ветвления но вне области вот в этом плане здесь вот так тангенс и портят делать свои неоднозначности особенности в левой полуплоскости я ответил да спасибо довольно смутно ну как бы понятно что с основным определением здесь все и в самом деле достаточно смутно я имею ввиду действительно разные подходы к интегрированности а еще такой момент категорический путь вот если математика 11 берет интеграл вычисляет это интегрируем в случае ну то есть короче на самом деле если по дорбу удается взять интеграл это интегрируем по моему следующему я не знаю чего существует следующий момент который хочется спросить вот вот например этот интеграл как вероятно и подавляющее большинство которых я сейчас видел в том числе и гипергеометрия очень похоже на то что рассматривал зингер когда исследовал интегрируемость полиувили у него тоже получалось по существу два случая либо это полиномы рациональные функции либо там множители есть и множители обязательно имеют структуру полином экспонента в экспоненте стоит какая-то точная рациональная форма с интегралом который может неплохо браться из-за чего может видимо полезть гипергеометрия не пытались смотреть разные это классы с вашим класса класса функции я не исследовал могу только повторить то что к Саверию говорил что существует два случая когда у нас есть собственно интеграл дорбу то есть произведение ну произведение полиномов в каких-то степенях не обязательно рационально либо когда у нас в таком виде записывается интегрирующий множитель он еще на что-то умножается берется интеграл после этого получается если интеграл берется то это действительно все что по теореме лишь то есть у вас множитель всегда имеет вид дорбу но я других случаев здесь не видел нет но часть интегралов я при помощи мейпла брать а я не знаю как мейпла работает да это сложный вопрос я в другой дело что все интегралы которые приведены все интегралы которые приведены здесь они проверены в смысле первое производное по времени на системе равна нулю за исключением на самом деле здесь одного случая когда в результате дифференцирования вы получаете вложенные радикалы весьма сложные и которые система к нулю не сводит в таком этот случай я просто подставлял различные численные значения для всех параметров получал ноль но я это в статье не оговорил но вот есть такой момент в одном из случаев я имею ввиду проверку что это первая интеграл коллеги ну может быть еще у кого-то возникли вопросы или может быть мы перейдем к комментариям может быть кто-то хочет какие-то комментарии сделать пожалуйста смелее а можно я тогда задам такой вопрос ну чисто наверное технический но меня все-таки это смутило когда вы сформулировали условия а мне казалось что речь идет только о стационарных точках а потом на следующих слайдах было сказано что ну а не в стационарных точках оно всегда выполняется я честно говоря немножко поплыл в этом подсылаю к английске Александр Дмитриевич причем к англоязычному изданию по странице по 169 есть ссылочка на работы Бибикова и других авторов где он говорит что в регулярных точках имеют место локальная интегрируемость ну и действительно в регулярных точках и в нерезонансных точках это уже в книжке сейчас вот значит этот вопрос рассматривается в Биргофом в 29 Стенбергом в 58 59 а потом в 77 рассматривается в работе Бибикова а основное в работе Билицкого в 86 года который рассмотрел общий случай утверждение стоит в том что существует бесконечно гладкое нормализующее преобразование для двухмерных действительных аналитических систем имеется ввиду все точки включая регулярно но к сожалению ссылки на Билицкого я в этой книжке не обнаружил то есть в тексте есть Билицкий 1986 а вот в литературе нет бывает но во всяком случае как гипотеза это сформулировано в литературе знаете меня в вашем рассказе смущает мне кажется чисто формально все таки условия а это не просто условия локальной интегрируемости а все таки вполне конкретные условия правая часть будет иметь вот такой вот вид я не уверен что в регулярных точках правая часть должна иметь такой вид чтобы была полная интегрируемость локальная интегрируемость в регулярных точках система топологическая эквивалентна линейной части но это не условия а это другой условия того же но стрелочка в другую сторону так скажем она интегрируем таким образом локально интегрируем локально локально интегрируем да не вызывает никакого сомнения ну по крайней мере кажется что это правильно а вот выполняется ли условие а формально я что-то сильно сомневаюсь я даже не очень понимаю как его там записать я вот к этому значит так ситуация такая в регулярных точках покуда существует бесконечно гладкое преобразование система сводится к диагональной форме для системы где есть только собственное значение условия конечно выполняются потому что все же кроме нулю а все я понял тогда вопрос полностью снимается спасибо коллеги ну может быть еще кто-то хочет задать вопросы ну что ж если вопросов нет мы заседаем уже почти час я думаю что это хорошее время для заседания итак коллеги последний шанс задать вопрос я вижу ксаверий юрьевич опять поднятую руку это старая рука или новая ксаверий юрьевич боюсь что это старая рука если это старая рука подумать и нет желания задать какой-то вопрос или есть тогда я скажу присоединяйтесь здесь на самом деле масса можно интересных результатов получить тем более софт разработан а можно софт переписан да я я понимаю я оценил ваше выступление конечно все допускает дальнейшую деятельность естественно сейчас я пока больше вопросов не могу придумать надо подумать внимательно в отличном общении спасибо я тоже рад хорошо приятно слышать что коллеги услышали друг друга может быть еще есть вопросы у меня есть только вопрос сколько суждения был очень интересный доклад и хорошо что хоть редко но Виктор Федорович приходит к нам с рассказом о своих результатах спасибо большое присоединяюсь к благодарности Леонида Антоновича спасибо за очень интересный доклад коллеги ну что давайте в таком случае поблагодарим нашего докладчика еще раз скажем спасибо и на этом будем считать наше сегодняшнее заседание законченным возражения нет нет спасибо до свидания спасибо большое спасибо до свидания до свидания большое спасибо 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 до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...